В главном корпусе Сыктывкарского университета состоялся географический диктант. С предложением о его проведении во всероссийском масштабе на одном из съездов Русского географического общества выступил Владимир Путин. Первое в своем роде мероприятие заинтересовало более 300 человек. Проверить свои географические познания пришли студенты, школьники, педагоги, пенсионеры, а также известные люди нашей республики. За ходом диктанта наблюдала Светлана Некрасова. Две большие аудитории. Одна для школьников, другая для всех остальных. На столах лишь листки с вопросами, чистая бумага для ответов и черновиков, ручка. Тема первого всероссийского географического диктанта «Моя страна – Россия». Географы отмечают, данная просветительская акция важна как для науки, так и для культуры. Я думаю, что это самая прекрасная возможность каждому из нас принять участие в таком патриотическом проекте, который нацелен на расширение наших знаний и географической грамотности. Сам диктант состоял из трех блоков. Вопросы на знание географических терминов, карты России и описание географических объектов. Накануне организаторы сообщили, проверка будет проходить в форме теста, но никто не предупредил, что он будет открытым, то есть без вариантов ответов. Тем, кто перед диктантом не обновлял свои знания, пришлось туговато. Вспомнить, например, самый крупный по площади субъект России, в котором проживает самый восточный из народов тюркской языковой группы, было не так легко. Но то, что самое древнее и глубоководное озеро в мире, в котором содержится 20% всей пресной воды планеты – это Байкал, без труда вспомнила львиная доля участников диктанта. К слову, первые знатоки географии стали покидать аудиторию уже спустя 20 минут после начала, хотя на тест отвели 45. Это вообще хорошая акция, потому что география – это один из самых интересных, на мой взгляд, предметов, в принципе, научных. Он мало пригоден в практике, но при этом для себя, лично для своего развития, знать, где находится Бурген-Афасо и в крайней точке России – это интересно. По мнению многих участников, диктант оказался непростым. Ответы на некоторые вопросы знали наверняка, но чаще все же приходилось полагаться только на интуицию и логику. Теперь остается ждать результатов. К слову, один из главных принципов географического диктанта – анонимность. Каждый участник при регистрации получил личный номер, по которому сможет узнать свой результат 10 декабря на сайте Русского географического общества. Светлана Некрасова, Егор Ильченко, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.